Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, коллеги. Позвольте поблагодарить Организационный комитет за возможность выступления на Конгрессе. Ну, давайте к докладу. Эффективность химиотерапии к сапипиеллоном в лечении метастатического рака молочной железы. Так, это куда? Добрый день. В следующей операции 6 курсов одевантной химиотерапии по схеме ФДЦ. И был зарегистрирован рецидив от февраля 2016 года в мягких тканях грудной стенки с метастазами в плевру левого легкого и ребра слева. Была выполнена гистологическая верификация прогрессирования в инвазивный неспецифируемый рак, трижды негативный, БРК отрицательный. Осложнениями лечения был левосторонний кседативный плеврит. На момент обращения был ЭКОК-1. У нас в институте она получила 5 линий химиотерапии. Первая линия лечения была монохимотерапия доцитокселом в течение 4 месяцев. С максимальным эффектом частичный ответ был. Вторая линия – это полихимотерапия гемцитабин плюс цисплатин. Получала на его 4 месяца с максимальным эффектом стабилизации. Третья линия лечения был винарельбин в течение 3 месяцев и с максимальным эффектом стабилизации. Четвертая линия – эрибулин в течение 2 месяцев. И пятая линия была назначена по клитоксел еженедельно в течение 2 месяцев. Тут представлены снимочки. Стрелки плохо видны, где очаги. Метастатическое поражение внутригрудных лимфатических узлов, мягких тканей левой половины грудной стенки, абдоминальные лимфатические узлы и неорганные метастазы брюшной полости. На момент обращения после пяти линий лечения был ЭКОК-2. Предъявляла жалобы на умеренную общую слабость, отдышку при минимальной физической нагрузке и сухой кашель. По результатам клинического биохимического анализа крови клинических значимых отклонений не наблюдалось. Прошу проголосовать, чтобы вы назначили этой пациентке в качестве 6-й линии лечения. Симптоматическая терапия СМФ, иксапепилон плюс капицитабин, монохимотерапия топозидом или монохимотерапия капицитабином. Все, все проголосовали. Иксапепилон Иксапепилон – это представитель нового класса цитостатиков, ипотилонов и их аналогов, выделенный из миксобактерии. Рассмотрим два исследования, проведенные изучение метастатического рака молочной железы. С сентября 2003 года по январь 2006 в исследовании было включено 1973 пациента из 160 центров. И в исследовании участвовало 22 страны. Общее число полученных курсов химиотерапии составило 37 циклов. По характеристикам групп пациентов оценивался возраст, индекс Карновского, проведенное количество курсов химиотерапии, наличие метастазов печени или легких, и также молекулярно-генетический по типу опухоли. По эффективности комбинация, по результатам исследований, комбинация иксапепилон плюс капицитабин продемонстрировала увеличение достижения полного регресса опухоли, частичного ответа опухоли и стабилизации процесса, нежели чем монохимиотерапия капицитабина. Также медиана выживаемости без прогрессирования была выше при комбинации к сопипилонам и капицитабинам в сравнении с монохимиотерапией капицитабином. Комбинация 5,5-8 месяцев, а монохимиотерапия 4,2. По токсичности. Гематологическая токсичность была выше при комбинации к сопипилонам и капицитабинам. Наблюдалась нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения и фибрильная нейтропения, значимо чаще. По негематологической токсичности. Наиболее часто наблюдалась при комбинации периферическая сенсорная нейропатия, также наблюдались миалгия и утомляемость довольно-таки чаще. По редукциям дозы в исследовании было продемонстрировано, что снижение дозы на эффективность лечения не особо влияет. Потому что по медиане выживаемости, при раннем снижении дозы, медиана выживаемости без прогрессирования составила 7,2 месяца, а без снижения дозы, либо при позднем снижении дозы 7 месяцев. Применение иксапепилона и капсистабина у ослабленных пациентов. Медиана общей выживаемости составила 10,05 месяцев, а при монохимиотерапии 7,7 месяцев. Новая публикация за август 2018 года использования иксапепилона и капсистабина. При метаанализе, значит, это было исследование третьей фазы, туда включались предлеченные больные или резистентные контрациклином и токсаном. Рандомизация осуществлялась в первой группе иксапепилон 40 мг на метр квадратный плюс капсистабин 2000 мг на метр квадратный. И группа больных с применением капсистабина в дозе 1250 мг на метр квадратный 2 раза в день, 1-1, день 14, каждые 3 недели. По данным результатов, добавление иксапепилона и капсистабина увеличило медиану выживаемости без прогрессирования с 1,7 месяцев до 4,2 месяцев. А также вдвое увеличило частоту объективного ответа с 15% до 31%. Профиль безопасности был сравним между популяциями больных в трижды негативном раком молочной железы и в общей популяции. Нежелательные явления в группе комбинаций агентов были управляемы и сопоставимы, как и с примонной химиотерапией. Таким образом, добавление иксапепилона к капсистабину эффективно удлиняет выживаемость без прогрессирования и улучшает частоту объективного ответа. По сравнению монотерапии капсистабина у больных в трижды негативном раком молочной железы, ранее предлеченных антрациклинами и токсанами. Здесь представлены как раз таки графики по выживаемости. Таким образом, показания к применению при местно распространенном или метастатическом раке молочной железы, при неэффективности предыдущей терапии, возможно использование комбинации капсистабина при неэффективной предшествующей терапии токсанами и антрациклинами, при резистентности к токсанам или отсутствии показаний к дальнейшей терапии антрациклинами, а также в виде монотерапии при неэффективности ранее проводимой терапии токсанами, капсистабинами и антрациклинами. Основные показания к назначению ксабепилона – это рефрактерный рак молочной железы, ранний рецидив после неодевантной терапии, трижды негативный биологический потип, пациенты старше 65 лет, ослабленные пациенты. Также следует отметить, что снижение дозы не влияет на эффективность препарата, и также монорежим и в комбинации использования. Ну, давайте еще раз мы проголосуем вот за эту пациентку, которая к нам обратилась, чтобы вы ей сейчас назначили. В нашем центре мы ей шестой линии назначили эксапепилон и капсистабин. В настоящее время она у нас продолжает получать. Она уже получила 4 введения. Компьютерную томографию пока мы ей не проводили, но клинически отмечается у нее уменьшение отдышки, внутрикожные изменения у нее уменьшились, и КОК-1. Поэтому пока продолжает. Планируем сейчас ей выполнить контрольное обследование. Спасибо большое, Вероника Викторовна. Спасибо. 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 Спасибо.